Лео Маниа Только что случилась премия «Оскар», которая в очередной раз его проигнорировала. У него три десятка ролей, из которых нет ни одной совершенно незаметной. Не все, кстати говоря, помнят тот факт, что Леонардо Ди Каприо снимался в «Санта-Барбаре». «Титаник» привел такую армию поклонников. Может быть, Бетлы или Элвис знавали что-то подобное. Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино. Их встреча на экране была предрешена. Актер-актерыч Леонардо Ди Каприо и 12 его режиссеров. Всем привет, это Антон Долин и Радио Долин и Леонардо Ди Каприо. Наш специальный выпуск сегодня посвящен одному из, наверное, самых любимых артистов из числа живущих. Леонардо Ди Каприо только в ноябре грядущим исполнится 50 лет. Только что случилась премия «Оскар», которая в очередной раз его проигнорировала. Это всегда ужасно обидно не только, наверное, уже для фанатов, но для всех вменяемых поклонников хорошего кино. Что вот есть какой-нибудь крутой фильм в этом сезоне «Убийца цветочной луны». И там Леонардо Ди Каприо исполнил какую-нибудь офигенную роль. Ну и роль действительно совершенно, мне кажется, особенная. И потом его даже не номинируют. И его отсутствие в «Оскаровском зале», оно выглядит более выразительным, чем могло бы быть присутствие. В общем, мы немножечко, чуть-чуть компенсируем все эти многолетние несправедливости. И рассказываем о том, кто такой Леонардо Ди Каприо, прежде всего на экране. Мы поговорим о его экранных воплощениях. Ди Каприо снимается очень много. И вот нельзя сказать, что редко, но точно метко. У него три десятка ролей, из которых нет ни одной совершенно незаметной. Необходимо было совершить какую-то селекцию. Выбрать наиболее яркие, наиболее талантливые, наиболее удачшиеся ему роли. В общем, в конечном счете, я остановился на такой концепции. Ди Каприо – любимый актер режиссеров, больших авторов. У каждого из которых есть свой киноязык, своя концепция, свой взгляд на мир и на кинематограф. И любимый инструмент Леонардо Ди Каприо, или один из любимых. Так что сегодняшний выпуск – Леонардо Ди Каприо и 12 его режиссеров. Всю жизнь Ди Каприо снимается у режиссеров со всего мира. Совсем не только у американцев. Его родители – оба люди из богемы, как сам он их определял. Люди, в которых течет немецкая, итальянская и даже русская кровь. Как Леонардо Ди Каприо получил свое столь яркое индивидуальное имя. Его родители, когда мать была беременна, им ездили по Тоскане. И он особенно сильно толкнулся, когда они стояли у картины Леонардо да Винчи в галерее Уфица во Флоренции. И так они и решили назвать ребенка Леонардо. Вот такая история. Высокий канон европейской культуры, европейского искусства – это нечто для него совсем не чужое. Хоть он и уроженец, и житель на протяжении практически всей биографии Лос-Анджелеса. Первый в списке – Лассе Хальстрем. Лассе Хальстрем – шведский режиссер, который прославился в Швеции таким странным делом, даже не фильмами, а тем, что он создал, можно сказать, визуальное обличие для группы Абба. Все их легендарные канонические клипы снимал именно он. Понемножку перешел к кинематографу. Сначала снимал в родной Швеции, ну а потом, с начала 90-х, и в Голливуде. Ну или это не всегда был Голливуд, но всегда международные проекты под голливудским продюсерским зонтиком. Впереди у него, к моменту встречи с Леонардо Ди Каприо, были такие фильмы, как правило, «Виноделов», «Корабельные новости», «Шоколад». Но раньше этого всего была драма «Что гложет Гилберта Грейпа». И, наверное, можно сказать, что как настоящий серьезный артист Леонардо Ди Каприо начинался именно тогда и именно там. Это совсем не была его первая роль. Вообще Ди Каприо с детства обожал играть. То есть он, будучи школьником, мечтал стать молекулярным биологом, но и артистом тоже мечтал стать. И все-таки вот эта вторая мечта, она перевесила. Он играл на сцене, он танцевал, он пел, он пробовался на разные роли. И начался он, ну как Леонардо Ди Каприо начался с клипов, Леонардо Ди Каприо начался с рекламных роликов. Дальше был такой лимб, промежуточный период сериалов. Не все, кстати говоря, помнят тот факт, что Леонардо Ди Каприо снимался в «Санта-Барбаре». В самом любимом, наверное, сериале позднесоветского, раннепослесоветского общества. Дальше были другие телепроекты. В общем, так постепенно, понемножечку добралось до уже серьезных картин, драматических картин. Конечно же, до жизни этого парня. Этот фильм прежде всего важен тем, что в картине об абьюзе со всем мальчишкой Ди Каприо снялся вместе с Робертом Де Ниро. И с ним познакомился. На экране они сойдутся полноценно много-много-много лет спустя, уже в «Убийцах цветочной луны». Но дальше случился фильм Ханстрима «Что гложет Гилберта Грейпа», куда он взял Ди Каприо уже совершенно осознанно. Потому что он понимал, что этот мальчик может сыграть. Впрочем, были сомнения, не слишком ли этот парнишка миловидный. Во время проб Ди Каприо было 17 лет, столько же его герою Арни. И по сюжету это роль второго плана, это младший брат заглавного героя. Гилберт Грейп – это юноша из маленького городишка, городишка такой провинциальной, в Айове. И, конечно, этот парень, этот Гилберт, он мечтает выбраться куда-то в большой мир. Он крутит роман с замужней женщиной, потом встречает соблазнительную незнакомку, заехавшую в город. Хочет куда-то деваться, но куда он может деваться? Он с братом и с двумя сестрами, они живут после самоубийства отца, страдавшего от депрессии, с матерью. Мать страдает от ожирения, фактически не может встать с дивана. И ему, Гилберту, приходится взять на себя роль такого отца для младшего брата. Что его, конечно, раздражает, потому что мальчик с отклонениями в развитии. И этого-то Арни, мальчика с отклонениями, который все время норовит забраться то на дерево, то на водонапорную башню, и, конечно, может оттуда упасть. То есть мальчик, с которым полно мороки. Этого мальчика и играет Леонардо Ди Каприо. А Гилберта Грэпа играет Джонни Депп. И это было до того, как Джонни Депп стал артистом эксцентрических ролей. Капитаном Джеком Воробьем. Тогда он был, ну, просто вот такой американский юнец. А Леонардо Ди Каприо, который, казалось бы, рожден был для того, чтобы играть роли таких юнцов или просто мальчишек, с самого начала его тянуло к чему-то драматическому. И он убедил режиссера тем, что стал изучать, будучи сам еще школьником, то, как себя ведут и как живут дети и подростки с отклонениями в развитии. И он очень тщательно, серьезно, по-взрослому отнесся к своей актерской задаче. В общем, он всех убедил. Сначала режиссера, потом зрителей, потом профессионалов, потому что он получил номинацию и на «Золотой глобус», и на «Оскар» именно за эту роль. Это был его шаг в большую жизнь. Можно сказать, что в этом фильме, где много известных актеров своего времени, тот же самый Джонни Депп, в общем-то, Ди Каприо всех переиграл. На сегодняшний день этой его ролью и известен этот фильм. Ди Каприо, даже будучи еще фактически ребенком, хотел сниматься в серьезном, проблемном, драматическом, фестивальном кино. И первая вот такая вот заметная роль у европейского режиссера, у шведа. И не абы какого. Например, оператор в этой картине Свен Нюквист, тот самый, который снял все лучшие фильмы Эдмира Бергмана и жертвоприношения Андрея Тарковского. Также можно сказать, что это не просто драматическая история о провинциальной жизни одной небольшой семьи. Все-таки это история о том, как радость детства граничит с угрозой смерти, болезни, каких-то девиаций. И эта особенность осталась с Ди Каприо и настигла его в самых его ярких уже взрослых ролях. Агнешка Холланд. Польская режиссерка довольно выдающаяся. Долгие годы она была руководительницей Европейской киноакадемии. Ну и вне этого она создала замечательные фильмы. Самая недавняя из них «Зеленая граница», наверное, события кинематографические прошлого сезона. И когда-то она работала в разных качествах. С Анджием Вайдой, с Кшиштовом Зануси, с Кшиштовом Кислевским. И она захотела снять «Ди Каприо» в одном из своих первых таких международных громких проектов. Фильм «Полное затмение». Середина 90-х годов. Время, когда никто ничего не боялся. И Агнешка Холланд берется за широко известный, но все же табуированный сюжет европейской культуры. Страстный роман. Сначала дружба и сотрудничество, но потом все-таки роман. Двух мужчин. Двух проклятых поэтов из Франции. Поля Верлена, который был старше. И Артюра Рэмбо, которого многие считают самым гениальным французским поэтом. Это 19 век. Это рождение модернистского искусства. И это встреча юного такого негодяя, сейчас бы сказали панка, и абсолютно непочтительного, но гениального Артюра Рэмбо. С Полем Верленом, который довольно известный уже поэт, который женат. Который старается втиснуться в прокрустного ложа буржуазной обыденной жизни. Но, встретив Артюра, конечно, он теряет голову. Мне кажется, что их отношения показаны в фильме очень здорово. Тем более, что оба артисты великолепны. Ди Каприо и Дэвид Тьюлис. Критикам фильм не понравился. У него очень низкие оценки до сих пор. Считается, что это провал. Но фильм остался в истории. Дэвид Тьюлис интеллигентнейший английский актер. Ему только бы аристократов играть. А с другой стороны, говорят, с его калифорнийским прононсом и с его улыбкой Леонардо. Но мне так кажется, нездешность Леонардо Ди Каприо как раз отлично сработала на то, чтобы сказать, нездешность Артюра Рэмбо. Ну, а история, рассказанная в фильме, даже если она кому-то покажется совершенно неправдоподобной, она правдива. Есть довольно много свидетельств о том, что было именно так. И мне эта картина кажется довольно яркой. Что бы там ни говорили респектабельные критики. Ну и, собственно, сам Артюр Рэмбо, как и одно время Ди Каприо, они ненавидели все респектабельное. И этот панковский дух в фильме очень ощущается. Жизнь этого парня, что гложет Гилберта Грейпа, дневники баскетболиста, полное затмение. Леонардо Ди Каприо снимался в фильмах, в общем-то, одного жанра. В каждом случае это была драма. До тех пор, пока что-то большее, чем хорошего драматического артиста, в нем не рассмотрел Баз Лурман. Один из самых важных режиссеров в жизни Ди Каприо – Ромео плюс Джульетта. Итак, Леонардо Ди Каприо – Ромео. И не просто Ромео – шекспировский герой и такой архетип трагического влюбленного, но современный Ромео. Осовременивание Ромео плюс Джульетты часто кажется неправдоподобным, но тогда, в середине 90-х, очень многих скандализировало и возмутило, в частности, в Америке. Действие принесено, кстати говоря, в Америку. При этом Америка для База Лурмана – это такая игровая площадка. Это не то, что его страна, его культура. Он сам австралиец. Как и Кэтрин Мартин, его гениальная жена и соавтор, художница-постановщица, лауреатка многочисленных Оскаров. Вместе они задумали то, что Баз Лурман называл трилогией красного занавеса. Ярких, театральных, условных, музыкальных картин. Сначала это был фильм, который по-разному переводят на русский язык, и строго по правилам, и только в танцевальном зале. Затем «Ромео плюс Джульетта», ну и, наконец, «Мулен Руш». Это было позже. Баз Лурман сразу выбрал Леонардо Ди Каприо. Он не был так уж уверен в остальных исполнителях и подбирал их довольно долго. Это относится и к Клэр Дэйнс, которая сыграла роль Джульетты. И действительно, одна из претензий к фильму была в том, что не во всем ощущается химия между персонажами. Но зато Леонардо Ди Каприо был идеален, как такой знаменосец, факелоносец цайтгайста, духа этого бунтарского безумного времени, который звучал и в музыке изобретательной, драматичной, очень романтической картины. «The Cardigans», «Garbage», конечно, «Radio Hat», в том числе песня на финальных титрах. Я думаю, что все запомнили ее именно тогда и влюбились благодаря этому фильму. Баз Лурман все последующие годы хотел снова поработать с Леонардо Ди Каприо. Он даже задумал план, который, к сожалению, не сложился. Один из многочисленных проектов Леонардо Ди Каприо, которые не осуществились. Он хотел сделать огромную картину о жизни Александра Махедонского. Но появился Оливер Стоун со своим Александром и не вышло. В общем, Баз Лурман и Леонардо Ди Каприо снова встретились больше, чем через полтора десятилетия. Это был фильм «Великий Гэтсби». Еще одна их совместная картина, она тоже не понравилась критике, в особенности американской. «Великий Гэтсби» Фиджеральда – это для американцев священный текст, практически одно из Евангелий. И вот эта тема потерянного поколения, чтобы за нее брались какие-то там иноземцы, австралийцы, еще и со своими стилизациями, красивостями, театральностями, а без этого Баз Лурман не может. Это многим пришлось не по душе. Но даже те, кто поругивали фильм, не одобряли выбора, например, Тоби Магуайра или Кэри Меллиган на главные роли, все сошлись на том, что из Ди Каприо получился превосходный Гэтсби. Кто такой вообще «Великий Гэтсби»? Это трагический герой, как и когда-то Ромео, но в то же время он самозванец. Он самозванец, но вместе с тем это загадка. Почему он великий? В том числе потому, что мы ничего о нем вплоть до финала не знаем. И даже когда узнаем его секрет, что он на самом деле порвеню, что он ниоткуда, что он авантюрист. Даже в этой ситуации мы не можем сказать, что окончательно проникли в этого персонажа. Как тот самый зеленый огонек, он нас привлекает и интригует. И мне кажется, что таким зеленым огоньком долгое время оставался, а может быть и сейчас остается, для американской и мировой индустрии сам Леонардо Ди Каприо. Вроде бы изученный до последнего миллиметра и в то же время таинственный и не до конца понятный. Воплотив самого знаменитого и легендарного возлюбленного из мировой литературы, Ромео, Леонардо Ди Каприо сам превращается в такого Ромео, но уже для новой эпохи, для нового поколения, потому что, конечно, Титаник Джеймса Кэмерона открыл путь в новое тысячелетие. Самый кассовый фильм всех времен, на тот момент, когда он был снят, самый успешный, он привел к настоящей мании, Леомания, так ее и называли. Весь мир был влюблен в Леонардо Ди Каприо. Титаник привел такую армию поклонников и поклонниц под окно Ди Каприо, что, наверное, ни один актер никогда не мог подобным похвастаться. Может быть, Бетлы или Элвис в эпоху своей юности знавали что-то подобное. Хорошо это или плохо, совершенно другой вопрос. Ди Каприо много раз говорил, что он к этому не был готов, он этого не ждал и точно не хотел. Джеймс Кэмерон совсем не был специалистом по романтическим драмам. Скорее, он был режиссер зрелищного кино. И Титаник он делал, вообще-то говоря, не столько как историю любви, как историю приключения и как фильм-катастрофу. Титаник и остается уникальным фильмом-катастрофой. По сути дела, это фильм о конце света и о конце той вселенной, которую мы знали. Один рубеж веков рифмуется с другим рубежом веков и даже тысячелетий. Но без персонажей Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо эта история никогда не могла бы сложиться. Роль Джека соединяет в себе многое, с чем уже к тому моменту ассоциировали Леонардо Ди Каприо. Он тоже такой свободный человек из богемы, из низов, который не склоняет голову перед какими-то социальными условностями, в точности как его Рэмбо из полного затмения. Он тоже человек, с одной стороны, принадлежащий какой-то прошлой романтической эпохе, но с другой стороны, опережающий эту эпоху. И, конечно, ранняя романтическая смерть – это обязательный атрибут, который его персонажам свойственен очень много раз уже даже к этому моменту, хотя карьера артиста только-только начинается. Забавным образом как раз Кэмерон не был уверен, что хочет снимать в этой роли Ди Каприо. Более того, на роль Джека был выбран другой артист – Ривер Феникс. Но Ривер Феникс умер совсем молодым, и дальше пришлось искать, и обсуждался там и Мэтью МакКонахи, и Том Круз. Но все они с точки зрения Кэмерона были немножко слишком старыми для этой роли. А Ди Каприо подходил идеально. И вот так получилось, что этот артист оказался на вершине не просто мирового кино, просто мировой поп-культуры, когда вышел «Титаник». Побочное следствие этого американская академия, как мы все знаем, признала величие «Титаника». 14 номинаций, 11 Оскаров, в том числе за лучший фильм года, но Ди Каприо не получает даже номинаций, не говоря о статуэтке. И на церемонии его тоже нет, и это момент оскорбительный для всех миллионов его поклонников и поклонниц. И момент, который, хотят этого или нет академики Оскара, выделяет и отделяет Леонардо Ди Каприо от всех тех артистов, которые на тот момент считались модными в Голливуде, да и во всем мире. Слава после «Титаника» — это, конечно, момент персонального и профессионального кризиса для Леонардо Ди Каприо. Не потому что он, как кумиры былых эпох, окунается в разврат или в наркотики, просто он не может выбрать творческую стратегию. От некоторых ролей он отказывается, правильно или нет, сейчас сказать уже совершенно невозможно. Ну, например, он отказывается от роли в «Ночах» в стиле буги Пола Томаса Андерсона. Если бы он сыграл там вместо Марка Уолберга и не сыграл бы в «Титанике», что с ним было бы сегодня? Был ли бы он тем же самым Ди Каприо? Я сомневаюсь, но это интересный вопрос, на который мы никогда не получим ответа. Или, например, Джош Лукас предлагает ему роль уже выросшего Энакина Скайуокера. Представьте себе, это был бы не Хайден Кристенсен, артист начисто лишенной харизмы, который, в общем-то, загубил вторую и третью части эпопеи «Звездные войны». Если бы будущего Дарта Вейдера сыграл бы Леонардо Ди Каприо, в котором ведь есть и свет, и тьма. Уже многие режиссеры замечали это. Но не судьба, это не произошло. Вместо этого Леонардо Ди Каприо выбирает роль в фильме, который, наверное, в самом случае из его известных фильмов, сегодня самый недооцененный, самый ненавидимый критиками всего мира. И, на мой взгляд, несправедливо. Это фильм Дэнни Бойла «Пляж». Дэнни Бойл, опять европеец, ярчайший британский режиссер. Человек, которого знают и любят за картины «Неглубокая могила» и «На игле». Он ищет себя. Он пытается снять большой международный фильм без специфически британского акцента. И он спелся с Алексом Гарляндом. На тот момент еще не режиссером, в общем, еще не сценаристом, а писателем, который написал роман «Пляж». Так родился фильм «Пляж». Гарлянда сегодня мы знаем по его сериалу «Разрабы», да и вообще по многим замечательным картинам. Вот только что «Гражданская война», она же «Падение империи» с Кирстен Данст. Дэнни Бойл после этого получил «Оскар» в том числе за «Миллионера из трущоб», да и вообще снял много всего. Но в этот момент и Ди Каприо, и Бойл находятся на перепутье. Они встречаются и делают эту действительно кризисную, но очень, на мой взгляд, интересную картину. О чем этот фильм? Ричард, молодой турист-американец, оказывается в Таиланде. И случайно ему в руки попадает карта, буквально как в старых каких-то авантюрных романах про пиратов, на которой обозначен пляж, волшебный, магический, нетронутый туризмом остров. И он попадает туда, и, конечно же, как всегда бывает в таких историях, рай оборачивается адом, а попадание в рай оборачивается изгнанием оттуда. Виржинили Дуаенна, молодая, модная на тот момент, очень красивая французская актриса, и Тильда Суинтон играет две главные женские роли. Также мы встречаем в этом фильме небольшой, но очень важной роли Роберта Карлайла, того самого, которого все помнят по картине «Трэндспотинг», он же «На игле». Но, прежде всего, это фильм Леонардо Ди Каприо. Вслед за «Титаником» опять перенесенная в современность библейская история. Там история потопа, здесь история изгнания из рая. Ну что ж, зрители этот символизм не оценили. Ди Каприо своей красотой, привлекательностью и любовью к нему массовой откровенно уже раздражал. В интернете уже появлялись хейтерские сайты. Те, кто не любит Леонардо Ди Каприо, могли там объединяться. Хорошо помню этот момент. И «Пляж» получает предельно низкие оценки. И все, несмотря на то, что это яркая авторская картина с прекрасными актерскими работами, с удивительной операторской работой Дариуса Хонжи, тогда еще не настолько знаменитого, но действительно великого оператора, с изумительной музыкой Анжела Бадаламенти. Все это как будто бы тщетно, а Леонардо Ди Каприо даже получает актерскую номинацию на «Золотую малину». Как, предположительно, худший актер года. Кто спасает Леонардо Ди Каприо от весьма возможного кризиса и падения в неизвестность? Конечно же, не только лучший режиссер американского кино и самый знаменитый, но и добрейший человек Стивен Спилберг. Поймай меня, если сможешь. Я думаю, до сих пор для многих это одна из лучших, если не лучшая роль Леонардо Ди Каприо. И изумительный актерский дуэт с Томом Хэнксом, который играет здесь такую условную отцовскую фигуру. Ну, хотя по сюжету Фрэнк Абигнейл-младший, которого играет Ди Каприо, он мошенник. А герой Тома Хэнкса за ним гоняется, чтобы его поймать. История правдивая. И, наверное, авантюрный жанр, в который Ди Каприо вступил в «Титанике», который продолжил в пляже, здесь он тоже продолжается. Почему же на этот раз удачно? Ответ очень простой. Потому что этот фильм в основном комедия. Нельзя сказать, что Спилберг велик комедиограф, Но он одарен особенным, мягким, ироничным чувством юмора, Которое пришлось очень кстати этому проекту. 60-е годы. И юноша, которого играет Ди Каприо, вот этот самый Фрэнк, Не желает смиряться с той судьбой, которая прописана ему социальным положением. Он все время, как в испанском болтовском романе «Пикореске», Выходит за пределы амплуа. Он ученик в школе, а изображает из себя учителя. Он пассажир, а делает вид, что он пилот самолета. Убегает от спецагента и сам притворяется спецагентом. И его эти перевоплощения, которые, вообще-то говоря, Служат замечательной метафорой, в принципе, актерской профессии, Они для него спасение от тех проблем и травм, которые он не может поправить. В частности, от развода родителей. То, насколько он нуждается в отцовской фигуре, Это очень важный рычаг для сюжета фильма. И очень важный рычаг для амплуа Ди Каприо. Потому что Ди Каприо, который подрастает к этому моменту, Он такой вечный мальчик. Вечный мальчик, который и хочет повзрослеть, и боится повзрослеть. Ди Каприо впервые показывает себя, как незаурядного комедийного артиста. И все благодаря Спилбергу. И очень интересно, как это сложилось. Вообще-то говоря, эта история правдивая, Она была куплена для экранизации Спилбергом как продюсером. И с самого начала было понятно, что это Ди Каприо. Но вот кто режиссер, не было известно. Их выбирали. И чуть не стал таким режиссером Лассе Халстрем, Который уже работал с Ди Каприо. Но потом Кэмерон Кроу, Егор Вербинский, И даже Милош Форман рассматривались, как возможные режиссеры фильма «Поймай меня, если сможешь». Но Спилберг вышел победителем. И от этого выиграли все. В том числе и исполнитель главной роли. Мартин Скорсезе. Ну, наверное, можно сказать уже с полной ответственностью, Что это главное режиссерское имя в карьере Леонардо Ди Каприо. Хотя, как вы видите, Наверное, половину своих незабываемых, потрясающих ролей Он сыграл до их знакомства. И до «Банд Нью-Йорка». Первого совместного фильма. И, может быть, художественно наименее удачного. Напомню, что когда-то совсем юный, совсем мальчик Ди Каприо И уже зрелый, известный артист Роберт Де Ниро Встретились на съемочной площадке. И поскольку Де Ниро оставался все эти годы близким другом Мартина Скорсезе, Он рассказал об этом парнишке, Как тот здорово работает, Как он работал даже ребенком на площадке. Скорсезе заинтересовался. И когда он встретился с Ди Каприо, Тот признался, что артистом-то он захотел стать. Когда посмотрел их совместные с Де Ниро фильмы. А именно «Злые улицы» и «Таксиста». Так родился этот союз, который продолжается до сих пор. Они сняли вместе шесть полнометражных картин, Одну короткометражную и новая полнометражная. Скоро ее начнут снимать. И каждый из этих фильмов, я думаю, в числе ярчайших из того, что снимал Скорсезе. Банды Нью-Йорка я уже назвал. Потом был «Авиатор». Если в бандах Нью-Йорка герой по имени Амстердам, который играл Ди Каприо, Это такой типичный положительный герой. Да, может быть он молодой бандит, Но он тоже романтический, влюбленный, Противостоящий большему злу. То в «Авиаторе» — это реальное лицо, Ховард Хьюз, которым он играет, Действительно авиатор, продюсер, Человек с огромным количеством нервных расстройств. Это фильм-портрет. В нем нет сюжета как такового. Но «Авиатор», который имел очень большой успех, И коммерческий, с точки зрения премий, Это невероятное актерское достижение. Или актерско-режиссерское. Потому что этот образ, конечно, создан совместно. Затем «Отступники» — это тот самый фильм, Который принес, наконец-то, режиссерского «Оскара» И «Оскара» за лучший фильм года Мартину Скорсезе. А «Ди Каприо» актерского опять не принес. Роль, однако, яркая, замечательная. И вообще находиться в одном фильме С Джеком Николсоном и Мэттом Дэймоном. Такой интересный треугольник. Сыграв вместе и с Дэй Льюисом, И с Томом Хэнксом, И с тем же самым Николсоном, Ди Каприо не боится авторитетных артистов Старшего поколения. И даже с большим удовольствием Оказывается с ними в одном экранном пространстве. Ему это дается легко и с радостью. «Остров проклятых» — Самый мемо-емкий фильм, Который неоднозначный прием встретил у критиков, Но остался в истории современного кино, Мне кажется, культовым. Такой немного сюрреалистический нуар О безумии. И вслед за «Авиатором» мы видим, Как Ди Каприо играет персонажа пограничного. Вообще эти пограничные персонажи С нездоровой психикой, Со своими странными отклонениями, Со своими скелетами в шкафах, Со своим травматичным прошлым. В этом амплуа, или в этих амплуа, Их много все-таки разных, Ди Каприо укрепляется именно, Работая с Мартином Скорсезе. Наконец, «Волк с Уолл-стрит», Это моя любимая актерская работа Ди Каприо со Скорсезе, Бурлескная комедия, Полностью основанная на реальных событиях. Мошенник или просто бизнесмен этот персонаж, Вот этот Джордан? Трудно ответить на этот вопрос. Но, несомненно, Эта работа, В которой диапазон актерский Ди Каприо Проявляется поразительно. От самых жалких отражений Человеческого духа, Или бездуховности, До вершин креативности, Артистичности, Использованных здесь, конечно же, Для обмана близких. Великолепно. Ну и «Убийца цветочной луны». Мы об этом фильме много рассказывали. Наверное, не буду вновь погружаться. Но все-таки роль Эрнеста Буккарда, С одной стороны, Идиота, С другой стороны, Влюбленного, С третьей стороны, Предателя. То ли злодея, То ли кретина, То ли манипулятора, То ли манипулируемого, Простого американского парня, И архетипического героя, И в то же время антигероя. Я думаю, что никто не мог бы Сыграть эту роль Так здорово, Как это сделал Леонардо Ди Каприо. И, конечно, Его персонаж здесь Это еще и Темная сторона Той медали, Блестящей стороной которой Был когда-то Его же великий Гэтсби. Это тоже ветеран Первой мировой войны, Который возвращается в Америку, Не может найти себя, Но находит себя Не в романтической влюбленности, Не в возвышенном, Хоть и выдуманном образе, А в том семейном счастье, Которое недалеко От преступления. На фоне блистательного сотрудничества Леонардо Ди Каприо с Мартином Скорсезе, Конечно, Сотрудничество одноразовое, Когда режиссер снял артисты, Единственный раз Они остаются в тени. Однако, На одном из таких альянсов Я хочу сделать акцент. Фильм называется Дорога перемен. Revolutionary Road. И это фильм Сэма Мендеса. Сэм Мендес Замечательный, Особенный режиссер. Наверное, Как-то не грустно, Сегодня он большинству известен По двум, Действительно прекрасным, Сериям Бондианы. Но когда-то он прославился, Уже будучи знаменитым у себя На родине, В Великобритании, Театральным постановщиком, Прославился фильм Красота по-американски. И будучи режиссером Спектаклей, Основанных на Драматургии Шекспира Или Чехова на родине. Здесь он сразу взялся За американский материал. И эта картина, Наверное, Стала самой прославленной Ролью Кевина Спейси. Как романтическая И трагическая, Ну, даже и трагикомическая Отчасти История Кризиса среднего возраста. Красота по-американски Осталась в летописи Оскара, Как одна из самых ярких картин. И после этого, Как будто бы Сэм Мендес Некоторое время Не мог себя найти. Он снял Гангстерскую сагу С Томом Хэнксом Проклятый путь. Такой Кинокомикс. И серьезный, И не совсем. Фильм Морпехи. Яркий, Но слишком Намного В общем Похожий. Пока не остановился На Очень трудном Материале. Трудно, потому что Это прекрасная проза, Которую не просто Перенести на экран. Речь идет о романе Ричарда Йейтса. Ну, это Современный классик Американской литературы. Хотя за пределами Америки Наверное, его знают хуже. О чем Дорога перемен? Он и она Молодые супруги Любящие друг друга Переезжают в новый дом На Дороге перемен. Это просто название Революционный роуд Это Дорога революции. Но Та революция, Которую они запланировали В своей жизни Когда-нибудь выбраться Из этого самого Коннектикута И уехать в Париж. Например, Они мечтают о Париже. Они мечтают Об иной жизни. И вот эту пару Фрэнка и Эприл Играют Леонардо Ди Каприо И Кейт Уинслет. Кейт Уинслет Тогда была Женой Сэма Мендеса. И, наверное, Некоторый кризис В отношениях Семейный Режиссер выразил В этой картине. И поэтому Она получилась Такой пронзительной, Такой личной. И, конечно же, Ди Каприо И Уинслет Очень сомневались Стоит ли им Столько лет спустя После Титаника Воссоединяться В фильме Не о прекрасной Романтической любви Наоборот О кризисе И распаде отношений. Такие же сомнения Кажется, были И у критиков И у профессионального сообщества Неслучайно Все актерские номинации И премии За этот фильм Получал Сыгравший роль Второго плана Блистательно Майкл Шеннон. Однако Мое сердце Как зритель этого фильма Принадлежит Ди Каприо. Это Герой, у которого Весь его романтизм В прошлом Или весь его романтизм В его воображении. И он считает, Что Живя в иллюзорном мире Он может продолжать Влачить Вот это вот Будничное Американское существование И это Двоемирие Раскол, который Существует только В его сознании Не обернется Реальной трагедией А он ей Оборачивается. Одна из Сложнейших Работ Леонардо Ди Каприо И одной из ярких Доказательств Того, что он может быть Не только Секс-символом И романтическим Воплощением Чьих-то желаний Что он может быть Не только Характерным Артистом Не только Плутом Не только Опасным психопатом Но и просто Живым Обычным Тривиальным Таким же Как мы Человеком Которому мы Мучительно Сопереживаем Которому Испытываем То жалость То отвращение Как иногда И к самим себе Замечательная роль Из реализма Фантазию Фантастику Воображение На этот раз Воплощенное При помощи Потрясающих Специальных эффектов Кудесником Фантастического Жанра Кристофером Ноланом Начало Ну очевидно Что этот фильм Наравне И наряду С Титаником Самая известная Массовая Именно роль Леонардо Ди Каприо В фильме О Шпионаже В снах Или о Мошенничестве В сновидениях Он сыграл роль Доминика Кобба Возглавляющего Банду Способную проводить Манипуляции В чужих сновидениях Модифицируя По сути дела Сознания Другого человека Наверное Только Такой режиссер Как Кристофер Нолан Умеет Из настолько Умозрительной Предпосылки Сделать Настолько Визуально Потрясающее Зрелище Собственно Настолько Потрясающее Что кажется Будто актером Там и делать нечего Сегодня Когда ты Вспоминаешь Что там И Том Харди И Киллиан Мерфи И Эллен Пейдж Вообще Прекрасные артисты Отличный Актерский состав И Великолепный Майкл Кейн Думаешь Что им там Всем играть По сути дела Это мог быть Кто угодно В случае Каждого из них Кроме Леонардо Ди Капри Для него Нолан Придумал Свою собственную Арку Свою собственную Драму И поначалу Мы видим Его героя Холодным Манипулятором Человеком Который смотрит На других Только как На шахматные Фигуры И это позволяет Ему добиваться Своих целей Но потом Мы понимаем Что это только Поверхность Оболочка Витрина За которой Скрывается Личная драма Смерть возлюбленной Расставание с родиной Расставание со своими детьми Визуальный образ Незабываемый Из этого фильма Это Крутищийся Волчок Который Может быть Будет крутиться Вечно И никогда не упадет Такое бывает Только в снах Но ведь Когда-нибудь Мы просыпаемся Спящий Должен проснуться Как говорилось В Дюне Еще Дэвида Линча Или же Жизнь есть сон Как говорилось В пьесе Педро Кальдерона Вроде бы Фильм и подобен Сновидению О сновидениях Очень мало Начало Это именно Такой Удачный фильм Квентин Тарантино Признайтесь Все это время Вы ждали Когда я наконец-то Произнесу это имя Конечно Наш всеобщий Любимец Режиссер Синефил И в то же время Режиссер Любимый миллионами Хулиган Который до сих пор Умудряется Возмущать Своих зрителей Которые одновременно В него влюблены Как он мог Не обратиться К Ди Каприо Можно сказать Что их Встреча на экране Была предрешена Впервые она состоялась В картине Джанго Освобожденный У меня сложное отношение К этому фильму Там потрясающий Остроумный сценарий Очень благородная идея Но мне кажется Что Кристоф Вальц Который уже второй раз Получил Оскара За роль второго плана Благодаря Тарантино Первый раз Это были бесславные ублюдки Так вот тут его персонаж Все-таки слабее Несмотря на несомненное Обаяние И мне кажется Что сам Джанго Да и многие герои Этой истории Все они немного Блекнут При сравнении С героем Которого сыграл Леонардо Ди Каприо Он и появляется Только в третьей Третьей фильма Вот это вот Кельвин Кэнди Или Канди Он франкофон Как ему кажется Но французским языком Он не владеет Однако Считая себя Изысканным Плантатором Южанином Разумеется Не считая Чернокожих людьми Для него Это его вещи Он склонен К изысканной беседе У него есть Своеобразное Не без обаяния Чувство юмора И этот гнилозубый персонаж С тщательной прической Неотразимой улыбкой Леонардо Ди Каприо Который настолько Вошел В роль Что в какой-то момент Действительно Поранил себе руку До крови На съемках Но не остановил съемки Дубль продолжался Кровь текла Знаменитая история Это правдивая история Из этого фильма Как он орудует молотком Это незабываемо В общем Мне кажется Что в череде злодеев Придуманных Тарантино Этот злодей Ну наверное В тройке самых-самых Все-таки Выбор Слишком велик Казалось бы Что лучше Мог бы сыграть Ди Каприо Тарантино Ну ничего Однако появился фильм Однажды в Голливуде И мы видим Что эта роль Еще более потрясающая Рик Далтон Это как сказали бы В России Актер-актерыч Звезда вестернов Которая сейчас Снимается в рекламе Который Сделал себе имя На сериалах Но теперь Когда 60-е Подошли к концу Он мечтает Быть звездой Настоящего кино Но кино Снимается уже В других жанрах Вестерны Принадлежат прошлому И сам он Принадлежит прошлому И он пьет И он сходит с ума И у него Биполярное расстройство Которое вдобавок ко всему Еще и не диагностировано Потому что Тогда Такой диагноз Еще не ставили Рик Далтон Стал одним из самых Любимых героев Квентина Тарантино Настолько что Он написал Роман Однажды в Голливуде А сейчас он пишет И вот-вот Издаст Воображаемую Биографию Артиста Рика Далтона Артиста никогда не было Но благодаря Тарантино и Ди Каприо Он появился на свет На экране В фильме Однажды в Голливуде Это герой Который Хочет быть героем Он очень одинок Абсолютно беспомощен И без своего Хладнокровного Подручного Двойника И каскадера Которого великолепно Играет Брэд Питт Он просто никчемен Сцена его встречи С маленькой Невероятно самоуверенной Девочкой На съемочной площадке Это чудо Актерской игры После этого мы видим Кадр из снимающегося фильма И как же его Разыгрывает Леонардо Ди Каприо Это правда Тот фильм В котором хочется Буквально каждую сцену Отдельно Именно с точки зрения Актерского ремесла Разбирать И надо сказать Что это не случайно Это не просто потому Что Тарантино И Ди Каприо Такие мастера Но это потому Что весь этот фильм Об актерском мастерстве Он о том Кто такой актер Что такое быть И казаться В каких случаях Вдруг между этими Двумя сторонами Бытия Можно все-таки Поставить Знак равенства Я думаю Что все поклонники Леонардо Ди Каприо Как и все поклонники Тарантино Должны изучить Этот фильм С увеличительным стеклом И как же жалко Что опять Леонардо Ди Каприо Не получил Заслуженный Оскар За эту роль Алехандро Гонсалес Иньяриту Вот за роль В его фильме Выживший Леонардо Ди Каприо Наконец-то Своего Оскара Получил Это произошло И все ликовали Даже те Кто например Как я Считает Что роль Это совсем Не лучше У Ди Каприо Потому что Ну что он делает В этой роли Ну он Заросший бородой Немытый В шкурах Идет через лес Через прерии Убегает От дикарей Спит В брюхе Мертвой лошади Прыгает С обрыва Сражается С разъяренной Медведицей И одерживает победу Ну медведица Как и лошадь Вы же понимаете Ненастоящий И обрыв Ненастоящий И если думать Об этом всем Как о трюках Ну Трюки за него Делают Спецы по визуальным Эффектам И делают превосходно Очень сильно Помогает Иммуниэль Любецкий Действительно Величайший оператор Когда он снимает Одним планом Какой-то такой Поединок Или погоню Глаз оторвать Невозможно Вообще Яре-то он Большой мастер Когда он берется За комедию Как он сделал В Бёрдмане Никого нет лучше Но Выжившим Он снова Перешел к драме Может быть Американцам Понравился Как-то часто С ними бывает Взгляд Извне Взгляд Иностранца В данном случае Мексиканца На их Американскую Историю Травматичную историю Хью Глаз Которого сыграл Это реальный человек Леонардо Ди Каприо Брошенный Своими товарищами Траппер Который в одиночку Проделал невероятный путь И отомстил За смерть своего сына И за то, что его бросили Это Икона Той самой Старой Америки И кроме того Это редкий персонаж У которого была Жена Индианка Сын Полукровка То есть Он не принадлежит Числу Вот этих Белых Колонизаторов Или принадлежит Хотя бы Не окончательно И в его фигуре И в его Страсти к выживанию Такой Робинзоновской Можно увидеть И страсть К воссоединению Этих двух Америк В некое Единство Я думаю Что Эта цельность Привестила Американских Академиков Не меньше Чем Режиссерское Мастерство Иньяриту Операторское Мастерство Любецкие И музыка Ныне Увы покойного Великолепного Композитора Рюити Сакамото Звучащий там За кадром Ну и Ди Каприо Заодно Подумали они В этом году Серьезной конкуренции У него нет Все-таки Он победил Медведицу Хоть и нарисованную Все-таки Он спал в лошади Хоть ненастоящей Давайте дадим ему Уже этого Оскара И дали Ну и слава богу Последний В моем списке Последний На данный момент Маккей Может быть даже Его имя до сих пор Не всем что-то говорит Что очень обидно Вообще человек Огромного таланта Он сделал Такую Нашумевшую Оскаровскую Экспериментальную Комедию О финансовом кризисе Игра на понижении Он сделал Первые серии Ну и дал Фактически Толчок Такому великому сериалу Как Наследники Ну и он же Снял фильм Не смотрите наверх Вышедший на Нетфликсе В разгар Ковидной эпидемии Когда казалось Что хуже быть Уже не может А он снимает Комедию Про то Как к земле Несется комета И скоро Землю уничтожит И таки уничтожает Вот вам спойлер Кошмар Многим этот фильм Не понравился В Америке Очень критиковали За то Что картина эта Слишком паникерская Слишком высокомерная Что не смотрят люди На катастрофы Так Как показал Маккей Увы Сейчас Прошло Два с половиной года И мы видим Да Именно так себя Люди и ведут В том числе Обаятельнейший персонаж Доктор Рэндалл Минди Который вместе Со своей аспиранткой Уграет Дженнифер Лоуренс Открывает Эту самую Комету И начинает Обивать пороги Пентагона Белого дома Разнообразных Масс-медиа Всем рассказывая Скоро Миру Конец Давайте же Что-нибудь сделаем Что делает мир Делает из этого Сенсацию Разоблачает Сенсацию Делает все это Поводом для Огромной ссоры Между всеми Странами, народами И континентами И в конечном счете Люди просто Предпочитают Не смотреть наверх Пока сверху К ним несется Эта самая Смерть Для их планеты Герой Ди Каприо В этом фильме Невероятно трогательный Он воплощает И величие Человеческого духа И слабость человека И именно этим Он мне нравится Вновь Ди Каприо Мы видим В огромном Потрясающем Ансамбле Кроме Уже названной Дженнифер Лоуренс И Джона Хилл И Мерил Стрип И Кейт Бланш И Тимоти Шаламей Вообще Кого там только нет Но На этом фоне Мне кажется Ди Каприо Все равно Приковывает Наше внимание Именно этим Сочетанием Силы и слабости Мудрости И дурости И всего того Что мы и понимаем Под Словом Человек И я думаю Что Это и есть Настоящий признак Ладно Не будем говорить Великого Но выдающегося Незаурядного Уникального Актера Иногда Играть Сверхчеловека Того До кого Нам и не дотянуться А иногда Быть точно Таким же Как мы С вами Конечно же Леонардо Ди Каприо Снимался В огромном Количестве И других Прекрасных Фильмов Невозможно Упомянуть И перечислить Их все Конечно же Он имел Дело И с другими Замечательными Режиссерами Это и Сэм Рэйми И Ридли Скотт И Клинт Иствуд И даже Вуди Однако Невозможно Объять необъятное Я выбрал Как мне кажется Самые яркие роли Я не стал говорить О самых стыдных ролях Ну ладно Могу упомянуть Человек в железной маске Считайте Что вы этого не слышали Ну а впереди У нас всех Встреча Ди Каприо С еще одним Великим режиссером Которому раньше Не удалось с ним Поработать Теперь наконец Удастся Известно Что съемки В самом разгаре Пол Томас Андерсон Работает с Ди Каприо Ждем Всем спасибо Это был Антон Долин И Радио Долин Редактор субтитров А.Семкин